Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов» Сегодня веду я, Михаил Горин, мои собеседники, израильские журналисты Илана Михаэль и Лазарь Данович Коллеги, приветствую вас! Приветствую! Здравствуйте! Ну, несмотря на все бурные события в нашей стране, связанные с так называемой судебной реформой У нас еще и подаются другие законы, их пытаются провести И касаются они, вот не знаю, всего Израиля или только части Мы сейчас об этом, на эту тему поговорим Вот стало известно, что депутат Кнессета Ави Маос Он подал на рассмотрение нашего парламента поправку к закону о возвращении Так называемую поправку о внуках Если эта поправка будет принята, то внуки евреев будут лишены права на репатриацию в Израиль В принципе, ничего нового в действиях Ави Маоса нет Он, собственно, избирался в этот Кнессет и даже поначалу вошел в это правительство Именно вот с этой главной идеей изменить закон о возвращении Из правительства он, правда, потом вышел по причине того, что, по его мнению, правительство не выполняет своих коалиционных обязательств Одним из этих обязательств было как раз принятие поправки к закону о возвращении Вот теперь он пытается провести этот законопроект по частной инициативе Илана, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, будет ли принята она или нет И как вообще другие партии к этому отнесутся Потому что от того, как они проголосуют или увильнут от голосования Будет зависеть то, как они относятся к этой поправке Я полагаю, что религиозные партии должны поддержать Ави Маоса Хотя, в общем-то, он своим законопроектом и своим заявлением от 20 марта Заявил, что он выходит из, так сказать, коалиционной дисциплины Будет действовать сам, потому что его все, типа, обидели и разочаровали Поскольку, следуя коалиционным соглашениям, подписанным в ноябре Этот законопроект должен был принят в течение 60 дней со дня основания правительства Этого не произошло, потому что, как мы знаем, поднялся большой шум по всему миру И, собственно говоря, Али Куд, скажем так, не то что сделал несколько шагов назад Но начал искать компромиссы, которые Ави Маоса не устраивают Каковы компромиссы Али Куда, насколько я знаю? Это признать внуков евреев эмигрантами То есть не репатриантами, а эмигрантами, которые имеют право на проживание в Израиль И медицинскую страховку, но не имеют права на международный паспорт Не имеют права на корзину абсорбции и не имеют права голосовать Вот Ликот предлагает между строк, и не просто между строк В некоторых переговорах с религиозными партиями Вот такую смягченную формулировку отмены закона о внуках евреев Значит, Ави Маос, конечно же, с этим не согласен, очевидно Потому что он у нас борется за чистоту расы, как мы знаем Что меня несколько изумляет во всей этой истории Что если мы обратимся к творческой биографии господина Маоза То надо будет вспомнить, что он был гендиректором партии Исраиль Байлия Которая якобы представляла интересы новых репатриантов из бывшего Советского Союза Он также был гендиректором МВД в период бытности господина Щеранского И министром внутренних дел, когда решалось или не решалось очень много проблем Репатриантов и их семей, нееврейских частично Которые не имели права на соединение тогда еще То, что они, например, имеют сегодня Я знакома с этим не понаслышке Поскольку Хайм Рамон, с которым я тогда работала Пришел на смену господину Щеранскому в МВД Я была его советником в канцелярии И столкнулась с целым рядом нерешенных вопросов Которые мы начали решать посредством создания межведомственной комиссии Которая, кстати, к моей радости, существует до сих пор И решает проблемные вопросы, связанные с родственниками евреев Которые по гуманитарным соображениям должны прибыть сюда Но господин Абимаус всего этого не хотел и не хочет То есть совершенно очевидно, что его, скажем так, истинные намерения Они сегодня налицо, поскольку он считает, что Израиль запрудили гоем Кстати, возможно, к гоем относимся и мы с вами Потому что мы не соблюдаем традиции и кашрут Все зависит от того точки зрения, кого считать Да-да-да-да, видите ли, мы же только сейчас в начале большого пути Если реформа и все законопроекты и законопреодоление будет принят То дальше можно спокойно нас с вами всех объявить Тоже неевреями и, скажем так, урезать нас в наших правах Ну, не будем забегать вперед Нет, не будем, я только скажу еще два слова Да, пожалуйста О том, что у господина Мооза есть замечательная поддержка В лице главного сефардийского раввина Господина Ицхака Юсефа Сына духовного лидера шас покойного Аваде Юсефа Который не раз заявлял и не отказывается от своих слов Несмотря на скандал общественный Что, собственно говоря, сюда приезжают одни Гоим Или две трети приехавших из России Коммунисты, проповедующие Это практически одно и то Да-да-да, да И уходящие, как выясняется, в монастыре Вот насчет количества монастырей я в Израиле не точно уверен Но он-то точно уверен Но дело даже не в этом И это последнее, что я скажу, чтобы дать слово Лазарю Которому уже надоело явно меня слушать Нет, 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 я с удовольствием Дело в том, что именно господин Юсеф Он, как бы, не желая, возможно, открыл истинную причину Вот всего этого, всей этой ненависти Всего этого нежелания Или нежелания принимать сюда репатриантов Из бывшего Советского Союза Он заявил открыто Они не голосуют за религиозные партии Они нарушают наш баланс Политический баланс в стране И чем больше их будет И известно, кто их привозит Это, конечно же, НДИ Которая таким образом, с его точки зрения Пытается привести себе избирателей А эти избиратели не кошерные И не голосуют за религиозные партии В общем, это все надо прекратить Поэтому Абимаоза есть духовная поддержка Вопрос к Лазарю Хватит ли ему этой духовной поддержки Для того, чтобы этот закон был Эта поправка к закону была принята Потому что, по словам Иланы В Ликуде есть свои сомнения И даже откровенное нежелание Чтобы этот закон прошел Но мнения Ликуда, в общем-то, будет достаточно Чтобы сказать нет этой поправки У меня есть ощущение Что эта поправка пройдет Именно в том виде О котором договорились А не договорились На предварительных Так сказать Переговорах Коалиционных И это одна из Достаточно ощутимых Ощутимых пунктов Один из ощутимых пунктов Предварительных коалиционных договоренностей Которые вряд ли Ликуду и Биби Нетаньягу Позволят нарушить Более того Это совсем не тот пункт За который пойдут Вот Трехсоттысячные толпы По улицам Нашей благословенной страны Совсем не тот То есть Я хочу вас Немножечко разочаровать Образ русские И не евреи На нас Вешают не только Ультраортодоксы А достаточно Большая часть Местного Скажем так Коренного Населения Есть такой Есть такая стигма И есть такое понятие Не надо этого забывать Оно есть И на них Даже на неортодоксальную часть Не на Интересантов Таких Перечисленные Иланы Так же действует Это все То есть А да да Конечно мы знаем Да Ну какие там Они евреи Ну мы об этом 30 лет догадываемся И Ну слава богу Что сейчас Как-то решили Это да вы посмотрите На улице Пройдитесь По батьяму Да вы там Многого не знаете Все это существует Господа Вы же слышите Вы знаете Вот Теперь Из-за этого На абразуры Не просятся Из-за этого Тем более Что пункт Он хитрый Они не смогут Пойти На штурм Галахи Даже Ультразодоксальные Партии Во главе С нашим Уважаемым Премьер-министром Потому что Это касается Только внуков По Мужской линии Внуки По женской Линии Считаются Евреями И никакими не внуками Хоть они и третье поколение Но если даже У него была бабушка Еврейкой А дедушка неевреем Мама у него была тоже еврейкой Таким образом И он родился от этой мамы Он еврей По Аллахе Вот И Если он даже Привезет с собой Еще две семьи Семью своих детей Семью своих внуков Внуков То Ему это сделать Позволят Ну правда Там будут Конечно Перечисленные ограничения С точки зрения Гражданства И Получение Видоножительства Но Это коснется Только По большому счету Внуков Евреев По Мужской линии Недавно провели Исследование Так сказать Ну статистическое Где Какие страны Еврейские общины Каких стран Наиболее Часто Совершают Заключают Смешанные браки Победила Россия 64% Смешанных Странно Я считал что Америка Да Я тоже так думала Да Победила Россия С 64% Браков Но Если вы думаете Что мы сильно Обогнали И перегнали Америку В смысле Мы Россия Сильно Обогнала И перегнала Америку То нет Там всего Какие-то Считанные Проценты Разницы То ли там 59 То ли 58 Что-то Так То есть Если этот Закон Каким образом Пройдет То он Коснется Как Гласят Цифры С таким Же Успехом Коснется И Внуков Евреев В Соединенных Штатах Америки Франция С которой Тоже Сейчас Стали Носиться Как Гуринс Дуд С писанной Торбой Вот Наш новый Министр Абсорбции Франция Дает Как раз Значительно Меньше Показателей Там Какие-то 30 25 Что-то Такое Проценты Почему Потому что Основную Часть Огромную Часть Французского Еврейства Назовем Французско-еврейской Общины Составляют Выходцы Из бывших Колоний Франции Алжира Марокко И так далее А французские Евреи Ашкенатского Происхождения Извините У меня были все Почти все Уничтожены Во время Войны Поэтому Там Смешанных Браков Действительно Меньше Потому что Да Там Община Значительно Традиционнее Значительно Более Менее Асимилирован Но Если Это Коснется Евреев Внуков Внуков Евреев Это Коснется Двух Стран Точно Сильно Это Россия И Соединенных Штатов Но Заметьте Что Из Соединенных Штатов Все равно Не едет Такая Нет Такой Большой Волны Какая Например Произошла Вот в этом Году По Понятным Нам Причинам По Причинам Военного Конфликта По Причинам Боязни Оставаться По Причинам Ну Как Не то Что Ожидания Но Тревоги За Возможные Последствия Для Еврейской Части Насилия Россия Есть Так Вот Но Из Америки Не приехало Там Даже 27 Или 28 Тысяч Как сейчас Считаю Там Какие-то Эти Небольшие Небольшие Цифры Да То есть Если даже Это возникнет За вас На баррикады За ваш За внуков Евреев С постсоветского Пространства Израиль На баррикады Не пойдет Не пойдет Хорошо Да То есть Нехорошо Конечно Да Илана Я вижу Я просто уверен Что эта поправка Пройдет В ее абсолютно Девственном И запятанном Виде Которого требует Именно вот эта Ультра Артодоксальная И Праворадикальная Часть Коалиции Илана Да Пожалуйста Я вижу Что ты Рвешься Что-то Сказать Ну Я Рвусь Умеренно Чет Я воспитанный Тут сказать Никого Не обидеть Тебе Слово Пожалуйста Благодарю Тебя Я просто Вот что Хочу Сказать Мы Этот вопрос В наших Передачах Уже Обсуждаем Не первый Раз И у Меня Начинает Создаваться Впечатление Что Нас С вами Он Волнует Больше Чем Массу Представителей Русскоязычной Общины В Израиле И потенциальных Трипатрианпов Вернее Их родственников Которые Здесь живут Потому что Никто За нас Не пойдет Ни на какие Демонстрации За закона Который влияет Ну Лазарь как раз Об этом и говорит Нет Мы Сами Ничего Для этого Не делаем Мы Сами На демонстрации Не ходим Извините Я не вижу Призывы Голоса Выступления Представителей Русскоязычной Общины Против Этого Закона Я не вижу Что кто-то Полез на баррикады Более того Судя Например Ну конечно Фейсбук Это не показатель Но то что я вижу Там То что я читаю Меня приводит В ужас Потому что Это какая-то Злобная Зачастую Радость Тех Которые Уже Приехали Сюда По отношению К тому Что А вот вы То Приехать Сюда Не сможете И откуда Это болезненная Ненависть Или Болезненное Какое-то Отношение Злонамеренное Своим Собратьям Я понять Абсолютно Не могу Но совершенно Очевидно Что израильское Общество Сегодня Настолько Погрузилось В свои Проблемы Которые Нас касаются Кстати Тоже Мы же Не живем На каком-то Острове Мы Русскоязычная Община Живем В этой Стране То Что Наша Община Дала Икс Мандатов Не буду Говорить Сколько Но немало Ликуду И тому же Бенгвиру А сегодня Люди Мне говорят Ой-ой-ой Ай-ой-ой Что же Это такое Получается А где Вы были О чем Вы думали Ребята О чем Что Вы себе Представляли Что Вас Двер Станет Вашим Другом Ни хрена Подобного Извините Меня Люди Просто Заблуждаются А потом Как-то Пытаются Похватиться И что Тоже Ничего Значит Одни Ходят На демонстрации Одни Там Воюют За свои Убеждения А другие Говорят Да Нас Хотят Обидеть Нас Хотят Нам Поменять Закон Но Мы Все равно Ничего Для этого Не сделаем Потому Что Мы То Уже Тут А остальные Пусть Разбираются Как хотят Это Кстати Одна Из Очень Больших Проблем Русскоязычной Общины Которая Не Сегодняшнего Дня Развелась С моей Точки Зрения Нет У нас Единства Потому Что Эта Община Она Конечно Разрозненная Может быть У нас Просто Нет Общины Может Быть Это Не Община Может Это Просто Название Хотя С другой Стороны Сегодня Весь Израиль Мне Кажется Тоже Полюса Так Сказать Настроение Состояние В обществе Они Настолько Разные Что Непонятно Вообще Как Это Может Сосуществовать Лазарь У нас Осталось Немного Времени Я Хочу Тебе Задать Такой Вопрос Даже Противники Авимаоза И Его Поправки О Внуках Многие Из По их Словам Именно Среди Этих Людей Много Тех Кто Приезжает Не имея Никакой Связи С Израилем И Я Уже Не знаю Какой Связи Идеологической Духовной И еще Какой-то Религиозной О какой Связи Идет Речь Но Мой Вопрос Даже Не в Этом А в Том Что Когда Дебатируют На Эту Тему Говорят Что Закон Себя Потихоньку Изживает Закон о возвращении Вообще В принципе И что Надо Переходить На Такую Условную Американскую Модель Когда Люди Приезжают У них Есть Какой-то Период Ожидания В получении Гражданства Потом Они Сдают Экзамен На Язык На Знание Языка Истории Что Там Еще Сдают Я Честно Говорю Не в Курсе В Соединенных Штатах Америки И Тогда Они Становятся Полноправными Гражданами Этой Страны Как тебе Такая Модель Я Уже Не раз Говорил О том Что Да Я За Карантин Назовем Его Так Но Я Только За Политический Карантин За Голосовательный Карантин То Есть Конечно Нельзя Человеку Вручив Ему Гражданство В Аэропорту Фактически Давать Право Голосовать Послезавтра Если он Приехал Да Потому что Он еще Совсем Немного Понял Он еще Даже если Он следил За Страной До своего Отъезда И приезда Сюда Мне кажется Политическая Адаптация Вот эта Гражданская Адаптация Нужна Что же Касается Права На возвращение Право На возвращение Должно Оставаться Уникальным Которое Является Уникальным Для еврейской Страны Оно Дается По Принадлежности К еврейскому Народу В какой Ее дробности Это Законом Тоже Определено Видите В трех Поколениях Если Это будет Нарушено Каким-то Образом Даже Без связи С историей Без связи С тем Что Да Это было Сделано После Второй Мировой Войны Понятно Какие Были Побудительные Мотивы Да И многие Понимают Какая Какая Система Была Из которой Приехали Бывшие Советские Евреи И Насколько Было Трудно Оставаться И защищать Себя Это Это не Франция И Америка И Даже Не Марокко И Совсем Не Марокко Вот Там Было Мы знаем О чем Говорим Поэтому Процент Ассимиляции Процент Смешанных Браков Нормальные Люди Которые Занимаются Законами И Этой Проблемой Они знают Чем Это Вызвано И еще Знать Должны И они Знают Должны Знать Все Что Происходит Не Здесь Происходит Адаптация И интеграция И становятся Эти люди Частью Израильского Народа И становятся Гражданами Во всех Своих Проявлениях Ничуть Не меньше Чем Благословенные Выходцы Из Маракеша И Гундара Вот Поэтому Я думаю Что Если Этот закон А мне К сожалению Кажется Он будет Подпорчен Подкусан Они Довьются Этой поправки И никто Не скажет Ну То есть По голосованию Будет Явный Перевес Вот Как только Это будет Сделано Закон Раскачается О возвращении И ты прав Был в своем Вопросе Я думаю Через какое-то Время После этой Поправки Он начнет Разрушаться И в конце Конц Коллеги Спасибо За этот Разговор С отчасти Печальными Выводами Но то что Есть То есть На этом Все Напомню Что в беседе Со мной Принимали Участие Израильские Журналисты Илана Михаэли И Лазарь Данович Всем спасибо До свидания До свидания До свидания